Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как общаться с братом и его женой? Спрашивает человек. Значит, брат женился 10 лет назад, сейчас ему 52, я на 10 лет моложе. Жена у брата на руководящей должности. А на моего возраста родили двух сыновей. К слову к слову, брат подстроился под свою жену и стал требовать от меня и от мамы, чтобы мы помогали с детьми. Старшего сына он нам привозил на протяжении 5 лет каждый выходной. Младшего меньше, но мне не доладили соотношения с его женой. Она другого социального круга, я попроще, она все время смотрит высокомерно, она с насмешкой часто меня подкалывала, что, мол, жизнь не сахар, никто замуж не берет. Мне это неприятно, потому как она вообще меня не знает. Я пытался поговорить с братом об этом, но он постоянно ее защищает, говорит, что она шутит. Потом она моей маме грубила и говорила, что, мол, в общем, не очень приличные вещи. В итоге я перестала ходить к ним в гости совсем, потому что мне неприятны ее шутки. Брат злится и постоянно высказывает матери, что я не беру его детей в гости. Старше ему 11, молодше ему 7. Брат агрессирует на меня, я не знаю, как сделать, чтобы он отстал и не предъявлял мне претензий по поводу своей жены. Мне заявил, что нужно переступать через себя и налаживать отношения. Мне не хочется. Понимаете, штука здесь в том, что вы описываете, в общем-то, свою ситуацию, да, как предельно нормальную. Ну, то есть эта ситуация, она предельно, предельно понятна, но предельно адекватна. Вот, ну, что здесь важно заметить, да, это то, что было сквозить на протяжении вот всего вашего рассказа, то есть там сквозит, сквозит такая, как будто бы неуверенность в себе. То есть вот чувствуется, как будто бы, что вы сомневаетесь, вот чувствуется, что вот вы как будто бы неуверенно в том, что вот, ну, что то, что вы делаете, да, является, ну, правильным. То есть вот как будто бы, как будто бы вы все время ищите, ну, может быть, подтверждение, что ли, того, например, что ваш брат, допустим, ну, не прав. То есть вот такое у меня возникло впечатление от вашего сообщения. То есть вот то, что вы описываете, очень похоже на, я бы сказал, на элементы неуверенности в себе и, в общем-то, непростое, ну, вот, как бы, скажем, непростое несоответствие. Да, да, ну, например, по, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Это элемент того, что вас конкретно задевает, то, что говорит его жена. Сейчас вам именно что-то неприятно, вас именно что-то. Ну задевает сейчас тоже. Вот. И ключевой аспект заключается в том, что вы этого не замечаете. Вы не замечаете того, что вас задевает, того, что вам, например, больно. Вот. Вы этого не замечаете. Вы этого никак будто бы не видите. Вот. И соответственно отсюда именно потому, что вам больно, вы в целом не можете как-то адекватно ответить. Своему брату. Не можете адекватно ему что-то противопоставить. То есть не получается вот это сделать. Именно потому, что вы сразу несколько проблем пытаетесь решать. Вот. В частности, вы пытаетесь решить как-то, ну, проблему своего, вот. Своего дискомфорта, вот, проблему своей обиды, проблему того, что вас, того, что вам больно. Вот. Ну, это, кстати, вполне нормальная реакция. Вот. И за этого вы выглядите неуверенно. Очень, очень, очень сильно выглядите вы неуверенны в этой ситуации, к сожалению. Вот. Брат это чувствует, наверное, чувствует, что вы неуверенны и взорвется на вас всегда. Ну, на вас да вот. Вот. Ну, по поведению вашего брата я бы сказал, что он неуверен, что он неуверен и нарушает ваши личные границы, да. Вот. И, соответственно, связано это может быть только с тем, что вы сами как-то вот склонны пропускать себя от себя, да. И, то есть, ну, то, что вы описываете, например, что, ну, позволяли брату привозить своих детей как-то выходные и так далее. Хотя. Хотя. Как вот. Мы понимаем, что вам это не нравилось. Так. И, кто вот изначально, видимо, были, ну, может быть, не против, но не хотел. Вот. Вы свои личные границы отставить не привыкли. Вот. Возможно, это связано с тем, что долгое время вы как-то считали, может быть, ну, может быть, считаете до сих пор, что самое главное это семья, что вот. Вот. Когда с ними нужно вот в первую очередь что-то делать. Вот. Такая провиция, провиция, получается, жертвы у вас. Вот. Ну, а соответственно, ваш брат это чувствует. Вот. Вот. И он, в общем-то, этим попользуется и, как мы можем видеть, пользуется довольно успешно. То есть мы можем видеть, что он активно продавливает свою позицию. Вот. Вот. Вы говорите о том, что вы не хотите, то есть не хотите общаться и налаживать отношения. Но мне кажется, что здесь ошибка заключается в том, что сейчас вы идете от боли. от неприятного. То есть у вас не выбор не общаться с кем-то, когда вы твердо стоите на своем, когда вы твердо знаете, чего вы хотите, когда вы опираетесь на свои ценности, на свою позицию и так далее. А у вас именно вот от боли. То есть я не хочу общаться, потому что мне больно. Вот. Поэтому я думаю, что, опять же, ваш брат подформательно чувствует, что вам больно и поэтому давит на это место вам. Вот. Я думаю, что не общаться с ними не получится до тех пор, пока вы реагируете остро эмоционально, пока вас это задевает. Вот. Для этого вам нужно решить свои внутренние конфликты, внутри личностные проблемы. Вам нужно решить свой. Для этого, чтобы спокойно реагировать на какие-то ситуации. и, возможно, речь идет о том, что вы довольно мало внимание уделяете себе. Речь идет о том, что вы слишком много уделяете внимания вот как раз семье, там, своей маме, а, значит, брату, к тому же, вот, и так далее. То есть, вот, вы говорите, например, что она нагрубила мою маме, ну, она нагрубила вашу маме, но ваша мама, она, в принципе, вполне может сама, как бы, о себе заявить, да, и сама реагировать. Она, в принципе, может сказать и, ну, поковать, ну, если ей что-то не нравится, она сама способна это сделать, то есть не нужно в этом смысле стоять у нее на страже, да, и вот, когда пытаться ее защищать, мне кажется, это вот не лучшая идея в данном случае. Вот, потому что, ну, вы, ну, вы, ну, берете, как бы, ответственны на себя за, ну, вот, за маму. Вот, а это путь, который, в принципе, ведёт в Николе. Вот так вот. То есть поработать с личными границами, с самооценкой, возможно подкорректировать вашу модель женского поведения, чтобы вы смогли построить отношения с мужчинами. Ну я думаю, что всё у вас постепенно нормализуется. Но для этого нужно меняться. Вот готовы ли вы их меняться, это самый главный вопрос. Удачи вам, всего доброго. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Спасибо.